Ребята, всем привет! На связи Саша Робинсон. Я художник, арт-коуч и тот самый человек, который сейчас активно рассказывает про нейросети для творческих людей. Совсем скоро состоится наше мероприятие, вебинар, куда я приглашу огромное количество художников, которые внедрили уже нейросети в свой творческий процесс, и они с вами поделятся своими результатами. Кто-то выиграл конкурс, кто-то подался на выставку и получил одобрение, кто-то наконец-то зашел на маркетплейс по продаже принтов, либо создал и направил заявку на онлайн-галерею. Таких людей уже очень много, и мне очень хочется, чтобы вы на их примере узнали себя и поняли, каким образом нейросети могут быть вам полезны. Прямо сейчас я хочу с вами начать игру, которую я назвала «Современный художник», и при помощи этой игры рассказать вам очень простыми словами и наглядными примерами, каким образом нейросети могут вам помогать в вашем творческом процессе. Также здесь, в этой игре, будут очень простые домашние задания, при помощи которых вы сможете попробовать нейросети и начать внедрять их в свой творческий процесс. Самый первый урок мне хотелось бы посвятить такому вопросу «А что же такое нейросеть?» К моему большому удивлению, не так много людей понимают, а что же такое нейросеть. Мы слышим это слово сейчас просто каждый день, из каждого утюга, но не всегда все понимают, каким образом нейросеть может быть им полезна. И если мы говорим про нейросеть простыми словами, то это программа, в которую был загружен просто вселенский разум, вселенские знания. Нейросети бывают разные. Бывают нейросети для создания контента, текста, бывают нейросети, в которых вы можете генерить изображения. Также бывают нейросети, при помощи которых можно делать видеоролики. Вот совсем недавно наши ученики создавали ролики, когда они оживляли свои настоящие физические картины. Такое тоже возможно. И у нейросети есть огромные преимущества, например, перед тем же самым Яндекс поисковиком, либо Гугл поисковиком, в том, что нейросеть имеет такую функцию, как обучаемость. Она знакомится с вами, вы ей рассказываете на основании своих запросов, чем вы интересуетесь, какие у вас есть задачи. И она вам выдает впоследствии уже уникальный контент, уникальные ответы, которые подходят именно вам в данной ситуации. Давайте посмотрим, какие же нейросети вообще бывают. И мне хочется, чтобы по итогу этого слайда вы поняли, что нейросетями вы на самом деле уже пользуетесь, вы просто не знали об этом. Самый первый тип нейросетей это анализаторы. Это нейросети, которые уже встроены во все социальные сети. Это нейросети, которые анализируют наше с вами поведение и наши интересы. Например, заходя в любую социальную сеть, в Инстаграм, ВКонтакте, ТикТок, нейросеть уже встроена туда, и на основании ваших интересов она вам выдает аналогичный контент. И это как раз таки делает нейросеть. Но нас с вами будут интересовать нейросети более продвинутые, такие как генераторы. Это нейросети, при помощи которых мы научимся с вами генерить уникальный контент. Например, писать уникальные тексты для нашего блога, либо описание для картины, либо создавать описание художника. Такая нейросеть текстовая, как ChatGPT, либо ее альтернатива. Альтернативы имеются у Яндекса, имеются у различных других компаний. Либо такие нейросети, как Миджорни, Стейбл Дифьюжн, Леонардо, Кандинский. Это те нейросети, которые на основании вашего запроса, на основании текста, который вы вводите, выдают вам уникальные изображения. И эти изображения впоследствии можно использовать абсолютно для разных целей. Также существуют нейросети-агрегаторы. Агрегаторы – это нейросети, которые уже из готового контента, который у вас есть. Например, вы создали картину, например, вот такую вот картину, как у меня. Я ее написала маслом на холсте. И при помощи нейросетей, Кайбер, либо Рануэй, вы можете эту картину оживить. Эта женщина, она может закрывать, либо открывать глаза. Цветы могут двигаться. Можно создать абсолютно любые визуализации. Это работа нейросетей-агрегаторов. Совсем недавно наши ученики как раз-таки этим и занимались. Они оживляли свои физически существующие картины, а некоторые – те, которые сгенерили нейросети. Есть четвертый тип нейросетей. Это нейросети, которые умеют принимать решения за человека, но мы про них с вами особо говорить не будем. Я лишь хочу, чтобы вы знали, что они тоже существуют. И самый такой важный вопрос и ответ, который мне хотелось бы, чтобы вы запомнили и поняли его, что нейросеть – это не что-то такое страшное, что пришло нас с вами заменить творческих людей. Нейросеть – это инструмент для облегчения нашего творческого пути. Это тот инструмент, который позволит вам сохранить огромное количество времени и высвободить этот ресурс для творчества. В нейросети можно создавать огромное количество различного контента. И вот один из таких вариантов, которым мне хочется с вами поговорить – это о нейросетях, которые помогают нам с вами создавать тот самый референс, который вы никак не можете найти на Pinterest. Я это знаю из своего практического творческого опыта. В самом начале своего пути у меня были идеи, но я не знала, как их реализовать в изображениях. Я не знала, куда мне пойти, где мне взять референсы. И каждый раз, так как я человек смелый, я брала чужое изображение, либо чужие фотографии. Я думала, но я ее изменю, у меня будут другие цвета, я добавлю еще какие-то сюжеты, и она не будет совсем похожа на то, что имелось в самом начале. Но вот прямо сейчас, когда я создаю все референсы уже в нейросети, я понимаю, что мой страх масштабирования и страх показать свои работы к большему количеству людей, он был как раз-таки основан на том, что я брала чужие изображения, которые мне не принадлежали. А прямо сейчас я создаю эти изображения, и у меня нет никаких абсолютно барьеров в голове и в подсознании, что я беру чью-то чужое. Это мое, это мои уникальные идеи, это я сгенерила запрос и получила вот этот гениальный, нереально крутой референс. Давайте переходить к делу. Для того, чтобы получить что-либо от нейросети, в частности, давайте поговорим про изображение, нам с вами важно создать запрос. По-другому еще это называется промп. Такое слово, оно необычное, оно английское, но вы его, пожалуйста, не пугайтесь. Оно переводится как запрос. Когда мы заходим в нейросеть, которая создает уникальное изображение, нам нужно ввести текстовый запрос. Например, я хочу получить картинку с рыжей кошкой, и я ввожу рыжая кошка. И нейросеть мне вот дает вот такой вот результат. Я не знаю, как у вас, но мне эта кошка очень нравится. Мне нравится та стилистика, при помощи которой это изображение было создано. Это может быть уже сразу готовой работой, а может быть это вы захотите использовать как референс. А может быть прямо сейчас некоторые из вас подумают, ну нет, я не хочу уже готовую работу. Я хочу сама потренировать свои навыки, технологию. Я хочу фотографию и не одной кошки, а сразу нескольких. Пожалуйста, нейросеть вам может создать сразу несколько котов разного цвета. На лавочке, на подоконнике, в саду, дома, на диване. Абсолютно разные вариации. И это могут быть даже вот такие вот изображения, которые схожи с фотографией. Можно делать и фотографии. Сейчас некоторые из вас подумают, да я не рисую котов, мне не интересно животное, я создаю портреты. Пожалуйста, вот вам референс на очень крутой, необычный портрет. Вы можете взять этот референс за основу, быть уверенным, что больше нигде нет такой аналогичной картинки. И, соответственно, гордиться впоследствии своей работой. Вы можете через нейросеть сделать свое изображение со своим лицом, встроить и использовать его как уникальную фотосессию для себя и своих социальных сетей. Либо предложить вашему клиенту, который заказал у вас портретный заказ, какую-то необычную идею, встроив его лицо в аналогичную работу. И я вас уверяю, что ваш клиент, он будет просто в восторге от того, что вы предложили ему такую необычную работу. Возможно, некоторые из вас прямо сейчас подумали, и коты меня не интересуют, и портреты я не пишу. Мне нравятся цветы. Пожалуйста, вот вам маки. Эти маки могут быть алые, они могут быть темно-красные, они могут быть на фоне неба, голубого, либо хмурого. Они могут быть на сером фоне. Абсолютно все, что вы захотите. Возможно, некоторые из вас прямо сейчас подумают, да я не рисую цветы. Мне нужны необычные концепции. Я создаю концептуальные работы. Пожалуйста, в нейросети можно создавать также и концептуальные работы. Уже в виде черно-белой фотографии, либо цветной. Но нейросеть всегда выдает уникальный результат и дает вам возможность создавать уникальный арт. Возможно, прямо сейчас некоторые из вас подумали, да меня не интересует ни коты, ни концепция. Я просто расслабляюсь, когда создаю пейзажи. И вот прямо сейчас на экране вы видите один из вариантов пейзажей, которые вы можете создать, повторить, использовать как референс, либо дополнить свое портфолио. Более того, в нейросети есть такая возможность, когда вы свою существующую стилистику можете накладывать на другие сюжеты. Но это уже такая, так скажем, продвинутая техника. Что же еще нам может в чем помочь нейросеть? Уже мы с вами поняли, что она помогает создавать уникальные работы, но также нейросеть забирает на себя рутинные неприятные задачи. И об этом я хочу вам рассказать через кейс одной из наших выпускниц. Это Инна Голикова. Она художник. И вот здесь вот в ее сообщении вы можете видеть, что у нее всегда были, как у любого творческого человека, проблемы с референсами. Она уже сама пробовала пользоваться нейросетями, но не понимала, каким образом нейросети ей смогут помочь. На курсе она изучила фишки, которые есть в Миджорни. Миджорни это нейросеть для создания изображений. И научилась генерить вот такие вот нереальные работы. Прямо на слайде вы можете видеть одни из работ, которые она создала на курсе. Но Инна пошла дальше. Получив вот этот вот заряд уверенности, энергии, что ее работы уникальны, она подала заявку на OpenCall и участвовала в конкурсе и получила первое место. Она участвовала в конкурсе «Сила цвета», которая проводилась в Италии. И получила вот этот сертификат, где говорит, что она заняла со своей работой первое место. Я надеюсь, такие кейсы вас вдохновляют. И прямо сейчас я предлагаю вам попробовать начинать внедрять нейросети в свою творческую деятельность. Прямо сейчас под этим видео я оставлю для вас ссылки на нейросети, при помощи которых вы сможете начать создавать изображения. Свои результаты я предлагаю запостить в наш пост, в телеграм-канал. И за ваши результаты мы начислим вам баллы, которые впоследствии вы сможете использовать в нашей школе. И также для того, чтобы упростить этот процесс, я подготовила для вас чек-лист, в котором вы найдете промпты, и вы можете взять эти промпты за основу. И начать генерить различные изображения в нейросетях. Начинайте пробовать, убеждайтесь, что на самом деле все легко и просто. И этому всему можно научиться. Но мне очень важно, чтобы вы осознали, что можно получать уникальные изображения, уникальные референсы за секунды. А в следующем уроке я хочу вам рассказать, каким образом нейросети помогают в творческих задачах. Поэтому жду ваши выполненные домашние задания и жду вас на следующем уроке.